Новости большого города на Средней Волге Пришел за елочку, ушел со штрафом, отправились в патруль по самарским лесам Как будто радога взорвалась, площадь Куйбышева озарила новогоднее световое шоу Создадут условия, медработникам Самары предложат дополнительные меры соцподдержки Подарок за бескорыстную работу глава Самары Елена Лапушкина наградила лучших волонтеров Смотрите, какие кадры на заводе Кузнецов рассказали о новых стандартах подготовки рабочих Место, где свет, самарская художница представила публике, залитые солнцем пейзажи Под надежной охраной в Самарской области началось патрулирование хвойных лесов Срубить елку на Новый год и остаться безнаказанным не получится О мерах воздействия на нелегальных дровосеков расскажет Мария Левина Которая сегодня с утра пораньше отправилась патрулировать леса Свежие следы от колес на удобной подъездной дороге Первый признак, что здесь побывали браконьеры Патрулирование зеленых зон лесная охрана проводят каждый день С 1 декабря начинается сезон, когда молодые елки под особым надзором Коленбор – памятник природы регионального значения Здесь почти тысяча гектаров молодняка В 2009-м здесь был крупный пожар, выгорело 5 гектаров земли Взамен сгоревших деревьев посадили 4,5 тысячи молодых елей Сейчас слезят, чтобы на пушистых красавиц никто не посягнул В предновогодний период, с декабря и январь, специальный коэффициент применяется Двойка щек от количества дерева, две и более – это уголовная ответственность В рейды с лесниками ходят и полицейские В первоначале действия необходимо пресечить данные про нарушения Если человек не согласен, оказывает сопротивление сотруднику лесного фонда Непосредственно мы подключаемся, помогаем, пресекаем данные про нарушения В последние годы нарушителей становится меньше, рассказывают лесники В основном елки пилят дачники, чьи участки находятся рядом с лесопосадкой Бывают случаи, когда лесники сами вырубают деревья Для профилактических целей, например, чтобы вырастить молодняк, нужно достаточное количество света Поэтому вырубают деревья, которые его закрывают Какие вообще бывают нужды? Ну, осветление, прочистка, прореживание – это ухода за лесом Там от возраста зависит, какое дерево рубится Спиливают елки на сельскохозяйственных землях в противопожарных целях Чтобы не допустить возгорания в 2020 году, уже сейчас вырубают хвойные Которые находятся в 50 метрах от больших деревьев А срубленные деревья поставляют в областные школы и детские сады Для того, чтобы елочки, которые будут вырубаться на противопожарном разрыве, не выкидывались А на Новый год дарили радость гражданам Самарской области Штраф за каждое срубленное дерево составляет от 3000 рублей Если деревьев несколько, возрастает не только сумма штрафа, наступает уголовная ответственность Лесники призывают жителей региона не идти на преступление, а купить елку, специально выращенную на продажу Мария Левина, Николай Епифанов, События Самара зажигает огни, на главной елке города включили медиагирлянду Пушистая красавица теперь нарядно играет с 16 тысячами оттенков цветов Новогодние каникулы на ней будут показывать световое шоу Мария Левина порадовала глаз Раз, два, три, елочка гори Но в случае с медиагирляндой и считать не нужно Новогоднее убранство оснащено автоматическим датчиком управления, который закреплен на самой елке А управлять им можно из любой точки земного шара Такие цифровые технологии в Самаре используются во второй раз В прошлом году гирлянды отлично себя показали и пришлись по вкусу горожанам Каждая медиагирлянда состоит из 20 тысяч маленьких шариков, пикселей Каждая из которых может показать 16 тысяч оттенков Масштабная работа прежде всего состоит в монтаже Это 90% успеха, остальные 10 уже непосредственно отстройка и пусконаладка оборудования А сюжетами занимаются дизайнеры, видеографы Цветовое шоу на площади Куйбышева в последние дни уходящего года будет посвящено театру А уже с 1 января программа изменится Ее детали пока не раскрывают, но Самара Гис удалось узнать, что она будет о любви к родному краю Радовать отдыхающих будут не только разноцветные огоньки, но и диджей-сеты на главной площади города Самарцы уже сейчас в предвкушении праздников Елки, кстати, включили вчера, не было Как вам? Как вам? Красиво или нет? Да Очень красиво, нам нравится Замечательно, очень красиво, мне кажется, даже лучше всего в прошлом году было На площади не одна пушистая красавица, а целых семь Все деревья огородят ледяными блоками с морозными узорами и внутренней подсветкой Ледяные плиты привезли из Тюмени Опасаться, что они могут растаять, не стоит Даже в случае оттепеля они простоят до начала весны, гарантируют специалисты Ширина льда у таких кусочков внушительная – 25 сантиметров Над их установкой работает бригада из Урала С озера добыли, развертывается добыча, выпиливаются блоки, и все грузится, и везутся в любую точку В праздничные дни на площади Куйбышева можно будет не только потанцевать и прогуляться, но и покататься на катках Их тут два – отдельный для хоккеистов и всех остальных любителей льда А также с ветерком прокатиться можно будет и с большой деревянной горки Для малышей и всех тех, кто верит в чудеса, свои двери откроет резиденция Деда Мороза Уже 22 декабря площадь Куйбышева посетит главный зимний волшебник страны Он откроет праздничный комплекс в самом сердце Самары Мария Ильевна, Николай Епифанов, События Застройки у ЦУМа Самары не будет Напомню, здесь планировали возвести многоэтажки торговый центр Но проекты бизнесменов не прошли публичное слушание Они просили сменить зонирование четырех земельных участков перед фасадом ЦУМа Речь идет о территории в границах улиц Вилоновска, Гебалово и Спортивной Там сейчас находятся торговые объекты и бригородный автовокзал Поддержки у населения Самары заявители не нашли Ровно так же, как и у членов комиссии по застройке и землепользованию Городские власти приняли решение отклонить предложение Жители же предпочли бы видеть на этой территории арт-объекты, школу или детский сад Сегодня на комиссии была отклонена заявка владельцев земельных участков около ЦУМа Самары Члены комиссии услышали мнение граждан Причем на публичных слушаниях были непосредственные жители От прилегающих домов, многоквартирных, которые там есть Мнение учитывается по средствам публичных слушаний И, собственно, сегодня вы видели по ряду объектов Там, где публичные слушания прошли не в пользу застройщика А люди, прилегающие к домам, выразили свое негативное И, собственно, аргументированно даже пришли сюда поддержать свое мнение Значит, в первую очередь, учитывалось мнение жителей В Самаре будут созданы меры соцподдержки для медицинских работников Все это для того, чтобы привлечь молодых специалистов в больницы Об этом говорили на трехсторонней комиссии в Самарской мэрии Слово мэрии Елчин Для медицинских работников в Самаре создаются дополнительные меры социальной поддержки Например, помощь молодым специалистам до 35 лет Им положена ежемесячная денежная выплата сроком три года после окончания обучения Медработникам, которые пойдут работать в лечебные учреждения Куйбышевского и Красноглинского районов Самары Компенсируют аренду жилья в пределах 12 тысяч рублей Родителям, чьи дети в возрасте от полутора до трех лет ходят в частный детский сад, также положены выплаты Хочется привлечь все-таки молодых специалистов, которые могут выйти на работу, когда ребенку исполняется полтора года Такая возможность у них в следующем году возникнет, поскольку администрация города берет на себя компенсацию в размере 55 тысяч рублей По словам главы Самары Елены Лапушкиной, большая поддержка в этой сфере идет от правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова Я думаю, совместные усилия области, города, конечно, нас всех вместе с вами, Дума городская, губернская, профсоюзов, союзы работодателей дадут свои результаты И в ближайшее время мы, конечно, уже получим обратный эффект и люди на себе почувствуют, что ситуация в здравоохранении несколько улучшается Здоровье работников разных отраслей также под пристальным вниманием городских властей Департамент физической культуры и спорта регулярно проводит производственную гимнастику Благодаря проекту «Спорт. Норма жизни» участие в ней приняли свыше 11 тысяч человек Проводится личное тематическое мероприятие для их совещания и семинара, губернастовой конференции и мастер-класса Еще одна важная тема – охрана труда В Самаре сформирована система подготовки кадров В 2019-м было проведено централизованное обучение свыше 400 муниципальных служащих Мэр Елчан, Николай Сидоров, События Как сделался вчерашнего студента, полноценного сотрудника крупного промышленного предприятия Почему молодым людям необходимы опытные наставники и кто отвечает за переподготовку кадров Анатолий Головко побывал на Самарском заводе «Кузнецов» и готов поделиться подробностями Одно из крупнейших предприятий Самарской области переживает второе рождение На заводе «Кузнецов» проводят глобальное обновление производства, создают новые корпуса, закупают дорогостоящие оборудования Все это необходимо для увеличения объема выпускаемой продукции Вопрос кадрового обеспечения этого процесса стоит на сегодняшний момент на первом месте И для этого мы совместно с правительством Самарской области, совместно с Министерством образования Реализуем целый комплекс мероприятий, направленных на превентивное обеспечение нашего производственного процесса необходимыми кадровыми ресурсами Чтобы вовлечь в производственный процесс молодых специалистов, руководство предприятий сотрудничает с высшими и среднеспециальными учебными заведениями Студентов переводят на дуальное обучение, при котором теорию можно совмещать с практикой Несколько дней в неделю они проводят на предприятии, при этом получая повышенную стипендию и зарплату Сегодня у нас в этой работе очень активно и благотворно участвуют не только образовательные учреждения, вузы, колледжи Но участвуют промышленные предприятия Одно из таких предприятий, вот Павел Кузнецов На этом оборудовании изготавливают детали для летательных аппаратов Стоимость станка 200 миллионов рублей Чтобы пользоваться дорогостоящей техникой, молодым специалистам необходимо пройти серьезное обучение Для этого студентам, которые трудятся на предприятии, назначают наставников Один из них инженер-технолог Павел Демченко Несколько его учеников уже стали частью большого коллектива завода Когда приходят студенты, получается, они теоретически знают все, практически не видели ничего Они приходят с большими глазами, абсолютно не понимают, что им надо делать И, соответственно, моя задача это именно показать, куда им смотреть, на что обращать внимание Кому и по какому вопросу им нужно идти Где брать информацию В этот день сотрудники и руководство завода поделились бесценным опытом обучения молодых специалистов с коллегами На Кузнецов приехали представители 50 министерств и ведомств Самарской, Саратовской и Ульяновской областей В конце встречи для высокопоставленных гостей провели экскурсию Анатолий Головко, Константин Головин, События Самых активных волонтеров сегодня наградила глава Самары Елена Лапушкина Каждый получил подарок, эксклюзивные книги о награждении людей, которые бескорыстно делают добрые дела В репортаже Андрей Горгуленко Полина Куклина, студент Поволжского государственного колледжа Теперь обладатель эксклюзивной книги, посвященной Чемпионату мира по футболу 2018 года Издание с подписью главы Самары Елены Лапушкиной Девушка получила за активную работу волонтером на Мундиале Полина не пропускает ни одного большого события в Самаре И всегда готова помочь в организации Потому что добровольчество – это возможность получить бесценный опыт Во-первых, это новые знакомства Во-вторых, это развитие личностное И также это новые возможности какие-то открываются Новые сферы деятельности, в которых потом можно также развиваться Уникальными книгами наградили 30 активных волонтеров Которые помогали провести Чемпионат мира по футболу А глава города Елена Лапушкина памятными медалями и благодарственными письмами Отметила тех, кто внес особый вклад в развитие в городе молодежной политики и добровольчества У людей, таких людей, как они, всегда есть потребность И собственное желание оказаться там, где они больше всего необходимы И будем мы их поощрять или нет, мне кажется, это их зов души Но то, что мы можем им сказать спасибо, я тоже крайне ценю И действительно хочется, чтобы они понимали, насколько они важны сегодня Поздравила глава Самары и специалистов молодежного центра «Самарский» За победу в федеральном конкурсе с проектом «Кадры» в номинации «Выбор профессии» Суть проекта – помочь школьникам среднего и старшего звена определиться с будущим делом Для ребят были организованы лекции, встречи с работодателями, мастер-классы, экскурсии на производство И даже летняя практика Проект «Кадры» существует пять лет и в этом году впервые получил награду такого высокого уровня В первую очередь то, что у ребят, конечно, загораются глаза Это возможность не только посмотреть, но и попробовать свои силы поработать Особенно в летний каникулярный период на том или ином предприятии Побыть в этой атмосфере Отметили и волонтерский центр на базе Самарского дома молодежи По результатам работы в 2019 году центр стал одним из лучших в стране Сегодня особо случай, что ребята поработали в команде И по результатам их работы за 2019 год Самарский дом молодежи А в частности городской волонтерский центр, который располагается на базе Самарского дома молодежи Получил третье место по всей России Самарское волонтерское движение развивается по многим направлениям Добровольцы помогают и на спортивных соревнованиях, и на концертах, и на городских праздниках Отдельно выделяется социальное волонтерство Молодые люди посещают ветеранов и пенсионеров, детские дома и приюты для животных Помощь требуется регулярно, а потому сразу после награждения Юноши и девушки вновь пойдут творить добрые дела Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События История русской семьи в портретах и бытовых зарисовках В Самарском художественном музее открылась выставка картин известных и безымянных отечественных художников В экспозиции работы 18-го и 20-го веков Их представил Государственный русский музей Как менялась российская семья, увидел наш корреспондент Именно идеи кровного родства, взаимной привязанности, а также глубоко затаенной горечью траты Пронизывают портрет На этой картине пять детей русского художника Петра Басина Его супруге не стало в раннем возрасте и забота о детях легла на живописца В экспозиции 36 работ из собрания Русского художественного музея Это как раз те произведения, которые точно обогатят любого человека, который придет на эту выставку Это одно, с моей точки зрения, из самых ярких событий последнего времени в художественной жизни нашего региона Когда мы вели переговоры с Русским музеем, было много идей, разных предложений Но мне кажется, что мы сделали самый верный, самый искренний, самый теплый, несмотря на нашу зиму, выбор Мы проследили развитие жанра семейного портрета Затронули возникновение бытовой жанровой картины на семейную тему Экспозиция – это временной срез от 18 до 20 века В ней работы известных и безымянных художников, в основном портреты, реже бытовые зарисовки Здесь можно отчетливо увидеть, как менялись российские семьи и в целом Россия Тон выставки пасторальный До революции такие портреты чаще всего писались на заказ В советское время к этому жанру тоже было особое отношение Маковский, Ге – это серьезные фамилии, это академики И, конечно, познакомиться с подлинными работами – это замечательно Я большой любитель вот именно такого жанра И мне кажется, что именно через, может быть, лица, через какие-то взаимоотношения, которые выражены в тех же позициях людей Оно и выражает, собственно говоря, чувство вот этого времени, которое было Прикоснуться к истории русской семьи можно будет до 23 февраля Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов, События Далее, коротко о других событиях дня В Самаре изменена схема движения четырех автобусных маршрутов 3, 5 Д, 11 и 48 Д Они будут ходить в объезд улицы Самарской Мера временная и связана с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе диаметром 150 В районе дома номер 32 по улице Самарской и вводится ограничение на движение автобусов между улицами Ленинградская и Венцика Транспорт будет ездить по улицам Самарская, Ленинградская и Галактионовская Ограничение продлится вплоть до окончания рапорта В Самаре на пересечении улиц Дачной и Коммунистической случилась серьезная авария Там столкнулись Рено и Шкода Удар был настолько сильным, что у одного из автомобилей полностью смяло переднюю часть По предварительным данным никто серьезно не пострадал На место сразу же прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить виновника аварии В Самаре завершено расследование уголовного дела Местный житель обвиняется в вымогательстве, совершенном группой лиц в особо крупном размере Об этом сообщает городская прокуратура В ходе предварительного следствия установлено, что самарец и два его подельника вымогали у мужчины более 2 миллионов рублей Угрожая убийством Полученные деньги злоумышленники потратили Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд промышленного района В поселке Петра Дубрава Волжского района выявили факты незаконной добычи кабана Самка 3-4 летнего возраста попалась в петлю Об этом сообщили в Департаменте охоты и рыболовства Самарской области На основании собранного материала будет возбуждено уголовное дело В ведомстве уточнили, что собранный по данному факту материал направлен в правоохранительные органы Животное, попав в петлю, погибло от так называемой падающей пики, которая могла убить и человека В Самарской области вдвое выросло число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом Его главный носитель в нашем регионе – рыжая полевка Причем сами мыши лихорадкой не болеют, но являются переносчиками этого страшного заболевания Чаще всего заражение происходит воздушно-пылевым путем Инкубационный период в среднем составляет 2-3 недели Вирус поражает сосуды и почки, поэтому крайне важна своевременная медицинская помощь За 11 месяцев 2019 года в Самарской области геморрагической лихорадкой заболело 745 человек Что в 2 раза выше среднегодовых показателей и в 8 раз по России Сегодня в мире интернационально, хоть и неофициально отмечают праздник День обезьян Эта дата появилась 19 лет назад Благодаря невинной шутке американского художника он сделал такую пометку в календаре друга И с тех пор этот день стал поводом привлечь внимание людей к проблемам эволюции и в принципе к этим животным Самарский зоопарк тоже поддерживает традицию, тем более, что в его вольерах содержится 7 видов приматов Какой им сегодня устроили праздник, осынил наш корреспондент Свинохвостый макака Джон старейший обезьяна Самарского зоопарка, ему уже 31 В зоопарк он попал случайно, жил в семье, но не сошлись характерами В юности Джон был экспрессивной натурой Воровал и ломал очки у публики, много шумел и возмущался А сегодня он вместе с другими питомцами отмечает День обезьян Станет спокойным, начинает созидать уже Даже соседей наоборот старается успокоить, потому что сосед у него, Бруно, достаточно вспыльчивый И когда Бруно начинает скандалить, он пытается его успокоить День обезьян в зоопарке отмечают уже несколько лет Обезьянам, а здесь их семь видов, в этот день положены лакомства и общение Сегодня к ним приехали воспитанники одной из самарских школ Одно дело смотреть на картинки или по телевизору, а другое дело вот увидеть вот так вот вживую И я вот сейчас смотрю, у них в общем-то такие прям заинтересованные взгляды Я понимаю, что им здесь нравится Благодаря обезьянам человек, в общем-то, совершил прорыв и в медицине, и в космос летал Это для человека в целом даже очень важное животное Праздник пришел сипрематам по душе Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов, События Драйв, адреналин и бешеная энергия Самарские музыканты отмечают еще один международный праздник День тяжелого металла Под грохот барабанов и гитарные рифы На необычном празднике побывал Анатолий Головко Эта музыка никогда не умрет Сегодня во всем мире традиционно празднуют День хэви-металла Мы решили встретиться с самарскими музыкантами и узнать об этом жанре немного больше Основателем направления считают британского гитариста, композитора и бессмертного участника группы Black Sabbath Тони Айоми Вместе со своими коллегами по музыкальному цеху он оказал определяющее влияние на развитие тяжелого рока и металла как стиля Необычный праздник традиционно отмечают в начале декабря миллионы поклонников по всему миру Самарские музыканты не исключение В этот день участники группы Songkite of Monster собрались на репетиционной базе, чтобы подготовиться к предстоящему большому концерту Метал, по сути, наверное, как и весь рок Это очень многогранное понятие, которое сложно увязать в какие-то определенные клише или рамки поставить По сути, это рок ритмичный, рифовый, но не слишком, скажем так, тяжелый, не слишком перегруженный Самарские музыканты, которые куют тяжелый металл по ночам, не расстаются с творчеством даже в рабочее время Гитарист группы Дмитрий трудится татуировщиком Рок-музыкой увлекается с детства Вряд ли бы получилось за них играть что-то другое И, в общем, было много вариантов, много предложений на тему каких-то разных стилей Но поскольку именно эта музыка мне нравится, мне хочется ее играть, то, в общем, так сложилось Сейчас музыканты исполняют хиты культовой группы Металлика Самарцы популярны не только в родном городе Скоро они отправятся в тур по России Анатолий Головко, Николай Епифанов, События На этом наш выпуск завершен Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе Удачи вам, увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»